Хей всем привет ребята с вами ваша Маша и сегодня мы продолжаем играть в клуб романтики секрет небес сезон 2 серии 9 обратной дороги нет а впереди только война ну и давайте загружать историю глава 9 танец смерти крики паника взрыв где-то там далеко заставляющий сжиматься каждую мышцу от страха тишина серафим выглядел спокойным и сдержанным на фоне остальных на его глаза выражали меньшую тревогу мама стояла позади него выпрямив спины и скрестив руки на груди казалось ее одно не волновало предстоящие я созвал дополнительную армию школу все что от вас требуется это сидеть в комнатах нам не хватает бойцов желающие могут присоединиться в отставание школы в отстаивание или чего ученики не могут участвовать в войне рожденные ангелы и демоны достаточно обучены они вправе бороться за справедливость мы не будем бороться за тебя демона подержали ости губы мамы медленно искривились его смешки ей не прошу она обернулась к серафиму у нас больше нет времени они спустились по лестницам и маму бросила напоследок думайте бессмертные мы с ними переглянулись неужели неужели это все правда да это правда я стояла у окна смотрела вдаль в ожидая что где-то на горизонте покажется армия сатаны в груди собрался комок ужаса и ярости они не лучше людей эти бессмертные только кровь и смерть может решить их проблемы мими заварила чай чтобы успокоиться рыбака совсем обезумела если думать что демоны будут бороться за нее боритесь за сатану за школу за идеи мальбонты плюс демон должно быть равноправие но у вас этого нет ни что сразу война плюс ангел ты пугаешь меня со своим мальбонты слухи о твоей связи с мальбонты укрепляются все больше прекрасно голос мими дрожала вся она была как на иголках каждое движение выдавала нервозность да все нормально будет она протянула мне кружку чая на рука дрогнула а сама она споткнулась отчего чай пролился прямо мне на одежду ну вот ох прости прости пожалуйста она начала пытаться вытереть пятно она делает так усердно что я едва могла удержаться на ногах мими сейчас сейчас я исправлю мими я осторожно перехватила ее руки она подняла на меня глаза все будет хорошо если отца убьют это у вас на земле люди умирают каждую минуту я не готова ее голоса хрип а губы сухие потрескавшиеся скривились от напряжения она словно одними этими губами пыталась держать подступающие слезы с ней все будет хорошо еще одежду тебе испортила это будто бы стала последней каплей она дернула плечами выпрямилась и посмотрела на меня уже без намека на слезы нужно взять себя в руки плакать перед непризнанной до этого я не докачусь ну ладно она открыла шкаф и бросила меня несколько шмоток на сними этот ужас благодаря высокой славе тебе стали доступны дополнительные наряды и так легкий образ красиво обтягивающее платье тоже красиво весеннее платье спортивный костюм ретро и так но мне нравится вот это весеннее платье и нравится обтягивающее платье я не знаю что выбрать давайте вот это мне очень она нравится не знаю почему но оно прям такое элегантное подходит под крылья руки мои дрожали когда снимала испачканный наряд и надевала новый это казалось таким нелепым таким абсурдным занятием на фоне приближающейся вой армии хотел сказать войны но нет но это отвлекало бам едва я переоделась что-то врезалась в школу затрясли стены посыпался камень они тут видимо да мы подбежали к окну вдалеке началась вырисовываться длинные идеально ровные линии летящих к нам демонов огонь был их спутником неотъемлемым атрибутом и главным оружием мы с мими взялись за руки молча с опаской следили за тем как силуэты становятся ближе и отчетливее вскоре они были так близко что я могла разглядеть каждого демона десятки рядов демонов и разных отталкивающих своим видом существ окружили школу сатана стоял впереди также неподвижно но решительно как и его армия его губы дрожали от ярости глаза горели пламенем последнее предупреждение а вот это кстати в одной из серий было сатана встал впереди своей армии кроли вышел тоже позади него выверенные шеренгой замерли ангелы этого не будет вы сами выбрали этот путь сатана впился ногтями себе в ребра и вывернул их наружу да да мы это читали он снял свой букв свой человеческий облик словно маскарадный костюм и вместо него обернулся настоящим монстром а вот и он да будет война демоны хором взрывели и бросились вперед навстречу ангелам бойцы в одном мгновение смешались теперь было сложно отделить одну сторону от другой и демон мамон тоже тут папа это и есть ее папа да точно кровь за кровь мими чуть не выпрыгнула из окна но я удержал ее она оттолкнула меня я буду бороться вместе с отцом это опасно тебя могут убить твоя мамаша сама дала добро на это она как-то истерически и злобно рассмеялся раскрыв крылья собиралась залететь но бах-бах боже мой вот это звук огненные шары один за другим врезались в школу мэри мими ее взгляд это все что я видела среди остального месива от взрыва разрушилась одна из стен пол наклинился мы вместе с мебелью полетели вниз я все еще видел только глаза мими испуганные как у ребенка и руку тянущуюся ко мне мими кувырок неба раскрытые крылья в бессмысленной попытке взлететь когда на себя падает груда вещей удар боль такая точно перемололи кости о боже мой ужас я кое-как встала я не могла понять что у меня было сломано но от боли не могла сделать и шага офигеть какой-то демон что-то говорит демон появился откуда-то сзади оторвавшись от потока борющиеся он прижал меня к стене надавил на горло его красные глаза внимательно следили за мной словно пытались проникнуть внутрь и чувствовала как все внутри начинает гореть особенно глазницы один взгляд обжигал сильнее чем открытое пламя отпусти меня но вы отпустили венчество я только за него была я не была против чтобы его казнили ой точнее я была против да его пальцы сжали горло сильнее а огонь в глазах загорелся еще жарче о фыр рых дракона пронесся по небу и оно словно бы задрожало все на мгновение подняли головы вверх но тут же вернулись в кровавые объятия противников демон не обратил на это никакого внимания он продолжал испепелять меня взглядом капец вот это фон конечно фыр приземлился рядом с нами демон успел лишь обернуться нет давай фыр фыр бросился вперед раскрыв пасть хлац хруст так просто точно какую-то игрушку фыр прогрыз горло демона ой господи кровь ручьем хлынула во все стороны на меня в том числе о боже мой он оторвал ему голову как отреагировать давайте поблагодарим он спас нас поэтому да я бы пыталась успокоиться он спас мне жизнь спасибо тебе фыр подпрыгнул затопал ногами затем отряхнулся от крови и довольно фыркнул ваши с фыром отношения улучшились я огляделась паника вдруг захлестнула меня где мими мне нужно ее найти фыр молча лег на землю чтобы я могла на него сесть фыр я перекинула ногу цепляясь руками за его чешую одно движение мы были уже в небе мими упала вместе со мной ее могло отбросить куда угодно где же ты фыр фыр резко взяла вправо я чуть не упала в чем дело он начал как то странно петлять из одной стороны в другую понемногу снижая скорость фыр фыр что то случилось мальчик бам несколько жестко приземлились на землю мне что то не так фыр завалился на бок ах тебя ранили кто то метнул в него копье сейчас будет больно малыш я сжала рукоять копья и одним коротким рывком вырвала его из тела дракона его раскрытая пасть мелькнула перед моим лицом фыр бросился на меня и прикрыл собой другой демон похоже целился копьем в меня но попал в защитившего меня дракона бедный фыр от боли фыр совсем озверел одной лишь лапой он оттолкнул демона в сторону так сильно что тот врезавшись в дерево мгновенно сломал шею фыр не дав даже к себе прикоснуться фыр взлетел в небо кровь из его ран текла по телу и разлеталась по воздуху оставляя пузырчатый след позади о боже надеюсь он не полетел умирать кто то схватил меня за руку и развернул к себе что происходит о люцифер что ты здесь делаешь почему ты не в укрытие в башню попали ядром мою комнату разрушили а как ты выбрался из башни та же история он притянул меня к себе и я крепко обнял тебе нужно уходить отсюда это вряд ли люцифера окружили несколько архангелов они не собирались его так просто отпускать тебе одни проблемы сегодня мы с тобой покончим люцифер и папаша тебе не поможет попробуйте люцифер был обессилен после тюрьмы и одному из них удалось ударить его по голове бах архангела оглушили его схватили за руки и потащили в самую гущу переплетенных тел стремящихся отнять друг у друга жизнь крики утопающих в какафонии военных действий небо словно бы окрашенное кровью павших бойцов даже бессмертные и смертные какая ирония им страшно так же как людям и умирают они с таким же отчаянием на лице я замерла оглушенная звуками смерти и встретилась взглядом с люцифером его шеи обмотали золотой нитью чтобы ему нечем было дышать я чувствовала себя маленьким ребенком выброшенным в мир жестокости с которым мне никак не справиться о шепф это настоящая война люцифер попытаться спасти убить одну из давайте попытаться спасти я побежала за ними плюс ангел блин у меня не было плана не было определенных намерений мне кажется я побежала чтобы сделать хоть что-нибудь чтобы перестать прислушиваться к этим нистовым крикам через несколько быстрых шагов я протянула руку и схватилась за золотую нить она впилась мне в руку до крови но отпусти люцифер жадно вдохнул в воздух сорвал нить и оттолкнул от себя ангелов о боже мой вот это тебя избили люцифер оттолкнул меня уходи я повалилась на землю жесть а нам покажут мальбонты началась драка и мне пришлось ползти назад чтобы меня не задели снизу все казалось еще более внушительным и жестоким кровь хлистала словно в одном из фильмов Тарантино она казалась неестественной бордовой на фоне такого же неестественного неба чьи-то ботинки замерли совсем рядом со мной я медленно подняла голову ой это опять тот демон наши пути снова встретились непризнанные что он сжал мое запястье и одним рывком поднял к себе притянул ближе и сквозь зулу прорычал на чьей ты стороне путь демона я вырвала руку и нервно поправила одежду не на их стороне это уж точно мама серафим а ты не на стороне ангелов он достал меч слабо верится оружие сверкнуло отразив свет луны меч разрезал воздух а увернуться кувырок в сторону я взлетела вверх демон хотел прорасследовать меня но на него набросился один из ангелов и ему пришлось оставить меня в покое в небе словно в танце сцепились не меньше ангелов и демонов чем внизу я пыталась разглядеть в этих мельтешащих агрессивных и отчаянных телах своих знакомых но бессмертных было слишком много но вот я увидела Дина и все внутри перевернулось от волнения и страха какой ужас Дина нес на руках мими я надеюсь она не мертва она была без сознания и рука ее безвольно точно у куклы свешилась вниз мими я подлетела к ним Дина осторожно уложила мими на землю что с ней она жива она от несчастного случая бессмертные не умирают но у нее сломано много костей я отнесу мими в лазарет хорошо он поднялся с ней на руках хотел уже идти но помедлил будь осторожна ладно ты тоже я наблюдала за тем как они удаляются и не знала что мне делать дальше бороться но за кого если выберу сторону смогу ли убивать одного за другим а если умру сама я обернулась назад и выглянула за груды камней которые прятали меня от посторонних глаз это просто какой-то ужас танец смерти где аплодисменты услышит лишь выживший чем дольше жизнь тем она ценнее или наоборот обесценивается потому как демоны и ангелы бросались в объятия своей погибели казалось для них все это была игра понарошку но кровь была настоящая а крики умирающих пугающие пронизывающие ужасом до самого нутра мне было страшно и этого страха я совсем не стеснялась умирать всегда страшно как бы кто-нибудь храбрился сатана демоны и ангелы расступились и даже перестали драться серафим держал меч у горла Люцифера позади него стояла мама до этого я не видела сатану но услышав серафима вышедшего из укрытия сатана приземлился чуть поодаль от них крыса поняла что корабль тонет ты решила выйти наружу прекращай у меня твой сын если ты не сдашься не отзовешь свою армию я убью его шепфа дал мне добро не надо советую трезво оценить ситуацию сатана бедный Люцифер Люцифер пытался вырваться на его похоже изрядно избили до этого один из ангелов ударил Люцифера по ногам и он упал на колени Люцифер ты меня слышал сатана сдавайся или твой сын умрет я надеюсь что он сдастся я не хочу чтобы он его убивал это несправедливо у него блин у нас же с ним ветка да нет его не убьют его не должны убить да ведь главное ветка его не убьют ну я успокаиваю саму себя ну да ладно сатана выпрямился начал неспешно разминать спину и вдруг тихо рассмеялся я убью его словно в подтверждении своих слов кроули нажал на горло Люцифера по его шее потекла струйка крови Люцифер молчал лишь придерживал меч пытаясь хоть как-то отдалить лезвие от своей кожи он смотрел на отца ожидая его дальнейших действий было видно что ему страшно но он сдерживал свой страх словно дрессированную собаку сатана расправил крылья медленно как бы запугивая кроули дернулся армия ангелов насторожилась еще шаг и я убью его убивай не надо офигеть это вообще нормально а они в шоке что что слышал можешь убить моего сына есть вещи поважнее него он нормально вообще Люцифер вскочил позволяя лезвию порезать горло кровь хлынула у него изо рта потекла по одежде но Люцифер лишь прикрыл рукой кровоточащие порезы и ринулся на сатану тот лишь отбросил его крылом и двинулся на Серафима в атаку природа сошла с ума поднялся ветер заискрыли молнии на небе земля задрожала будто разгневанная за то что равновесие снова нарушили точно ползущие змеи пробились трещины и замерли все расширяясь но уже не в длину а в ширину снова сцепившись ангелы и демоны едва обращали внимание на то что происходит вокруг что делать спрятаться в укрытии помочь Люциферу встать на сторону ангелов встать на сторону демонов дать помочь Люциферу бои продолжались и на земле и в небе чтобы добраться до Люцифера мне приходилось то взлетать то снова опускаться в самую гушу чудом избегая острая клинка Люцифер лежал на земле в собственной крови даже не пытаясь подняться Люцифер он равнодушно посмотрел на меня сел на землю вытер лицо и шеи от крови рано уже сама затягивалась Люцифер оглядел поле боя и рассмеялся так едко и горько что даже мне стало больно от этого смеха забавно спасибо за помощь плюс славы но дальше я сам он попытался встать но пошатнулся земля снова задрожала на этот раз сильнее острова начали двигаться врезаться друг в друга ветер стал таким сильным что сносил с ног крики побежденных и победивших терялись на фоне обезумевших стихий бах на мгновение все осветилось ярким светом я обернулась и замерла один из островов подлетел так близко к нам что до него практически можно было дотянуться одно лишь дерево украшало этот кусок летающий землей сверкнуло небо и молния угрыжающая быстро и тихо обрушилась на это дерево горящее дерево да то самое видение начинает сбываться я смотрела как завороженная на разгоряющееся пламя пожирающая листву и ветки не могла сдвинуться с места а затем ноги точно управляемые кем-то другим повели меня навстречу огню крылья раскрыли словно их дернули за ниточки Люцифера влекло держи как и меня он послушно последовал зову мы взлетели мэри нет вот и все походу едва мы подлетели к отру у нас прижало к дереву огонь притих но лишь немного обещая в будущем оставить после себя одно пипелище что происходит я попытался толкнуться от дерева но все тело будто приклеилось к стволу руки были разведены в стороны и касались такой же раскрытой ладони Люцифера и еще кого-то с другой стороны Бонд Бонд это ты? да это он он был без сознания все было предрешено да ты прав а что он тут делает? Фенцо вышло откуда-то сзади со стороны Бонта в руки у ангела был зажат кубок крови так это вы и Фенцо остановился напротив меня он медленно улыбнулся Люцифер начал вырываться кричать я ощущала его силу что пыталась проявиться но нечто что было сильнее него не позволяло Фенцо подошел к нему совсем близко и сквозь зубы зашептал сатана отдал тебя на растерзание демоном не думаю что ты был удивлен заткнись успокойся или ты и дальше хочешь присмыкаться перед отцом которому на тебя плевать с Серафимом что еще вчера был обычный непризнанный и остальными тупоголовными люзоблюдами шепфа он отстранился от нас сжимая в руках кубок зачем зачем вы это делаете зачем это вам было видно как внизу идет ожесточенная борьба как мама и кроли наравне с другими рубят точно куски мяса своих противников как сатана сносит все на своем пути а Фенцо был так спокоен будто все так и должно было случиться что было однажды то будет и дважды огонь вспыхнул с новой силой взметнулся вверх словно коснувшись самой луны Фенцо заглянул в пустой кубок и вдруг неспешно и спокойно заговорил дети ангелов и демонов и правда умирали но то был период нестабильности и лишь один ребенок выжил Маль Бонте и он туда же ну конечно он был очень силен и опасен особенно его идеи господства шепфа понял что единственная возможность сохранить равновесие это убить его но чувствуя в ребенке светлую сторону он не смог уничтожить ее и тогда он разделил суть мальчика как был разделен весь мир на две ипостаси добрую и злую и злая была отправлена в заточение так как ее нельзя было уничтожить без светлой стороны светлая же сторона обрела обличе ангела что не мог вступать на землю или в ад шепфу поместил его в школьную башню на небесах запрещая выходить к остальным и разговаривать с ангелами только с приближенными на него не действовали законы школы и время для него как бы остановилось башня сдерживала силу бонта и связь которая могла возникнуть с его темной стороной но мальчик рос как и росла его темная сторона в заточении я в шоке просто она пребывала в вечном мучении лишь одно спасало мальбонты финцы улыбнулся злорадно победа жажда мести зачем вы помогаете ему ты хочешь знать почему я хочу знать все все но он пришел ко мне когда я был раздавлен и потеря я слышал его голос и он привел меня к главному камину школы что давно забросили камин вспыхнул черным огнем как только я зашел туда подойти ближе ничего себе я заглянул в огонь и увидел расплывающийся силуэт лица кто ты что тебе надо я тот кто стал легендой мифом его голос что-то было в нем я сразу понял с кем говорю мальбонты мне я лишь часть самого себя вторая моя ипостая спит в башне но придет время и она проснется зачем ты связался со мной мне нужно будет доложить ты не сделаешь этого неужели когда тебе вырвут крылья когда ты до конца вкусишь горечь потерянной власти увидишь сладость триумфа Ребекки ты придешь ко мне а я лишь посмеюсь откуда тебе обо всем известно здесь кроме тьмы ничего нет я служу за вами и жду я нашел способ выбраться отсюда если ты поможешь мне у тебя будет такая власть о которой о которой ты и мечтать не смел даже будучи престолом ты думаешь я соглашусь на сделку с дьяволом я ангел о да поэтому и предложил я ощутил такую ярость какую прежде никогда не испытывал сначала я решил что злюсь за предложение мальбонты но вскоре понял что злюсь от того что готов согласиться но за стыдом от подобного желания и злости на себя за молодушью укреплялась предвкушение торжества я поставлю на колени всех кто приложил руку к моему унижению ой значит у него тоже играет жажда мести да я согласился первым моим заданием было убить себя ты должна была попасть в рай но прошла отбор и попала в школу так это он нас убил ты была слишком на виду как занозы в заднице я пытался выгнать тебя из школы но в итоге мальбонты велел не трогать тебя аминди лоран это вы я взяла мне последнего человека с которым работал на задании он давно погиб мальбонты мальбонты моя смерть это самое интересное чтобы освободить мальбонты нужно совершить обряд над дочерью серафима что родилась на земле и над сыном демона что ни разу не ступал на землю единственный серафим что родился на земле это мама а мой отец никогда не спускался на землю в отличие от остальных вы главный ключ к освобождению но не только перед ритуалом нужно было принести в жертву одного непризнанного рожденного ангела и рожденного демона не только я работал подпольно с мальбонты он нашел много своих последователей один из них передал мне осколок небытия единственный осколок что смогли найти я решил что если его найдут как орудие убийства это всколыхнет стадо бессмертных глотающих миф о том что мальбонты не существовало слезы подступили глазам а горло свела судорога ну конечно смерть сэми венчесты это в ваших рук дело венчесты убили ангелы я лишь подтолкнул не без помощи мальбонты а вот вся правда серафим кроли серафим кроли к нам чуть запыхавшись подбежал финсу в чем дело на пару слов мы подошли почти к обрыву летающего острова на котором стояла школа и стали возвращаться ангел фенцы и кроли шли чуть впереди до нас долетали отдельные фразы разве так важно сейчас для меня важно ну и куда это она ангел фенцы указал в сторону беседки он он специально это все сделал но вы убили лору и сэми таков был приказ лора молилась стоя на коленях в тени статуи шефа я ни о чем не просила тебя раньше я и так многое потеряла это новенькое непризнанное она не достойна учиться среди бессмертных она не достойна ой ужас начинает с непризнанной чтобы постепенно увеличивать накал между ангелами и демоны вот чего я добивался никого поблизости не было идеальное преступление а она даже не сопротивлялась раскрыла глаза от ужаса и хлопала ресницами как дура что вы что вы мне не хотела зла непризнанной если это поэтому нет да это было легко пока снова не появилась ты мне пришлось спрятаться в саду Адама и Евы чтобы вытереть руки от крови или слухи врут или это вмешательство мальбунта но мой разум остался тресывый и не поддался заклятию лабиринта так значит это не опечатка была значит все таки у кого то догадки были правдивы ну когда это я читала это все вы это все вы да это я написала имя мальбунта чтобы о нем вспомнили и связали его возможное появление с происходящими событиями о нем должны были заговорить чтобы он стал символом чего то нового символом того кто разберется со всей несправедливостью это я скрыл сбежавших заключенных в школе чтобы они нападали на учеников это я убил твоего сына о боже мой но с ним было сложнее бедный сын он куда то шел и мне пришлось окликнуть его мне это тяжело читать блин ангел фенцио нужно было действовать быстро и он просто прыгнул его ножом да от неожиданности он пропустил один удар схватил меня за запястье с вопросом устаившись на меня фенцио он был умнее глупышки лоры надпись мое видение вы подменили его сами видел сны со мной и мальбонт и менял их на твой облик чтобы скрыть мое участие сами понял это с одного удара я вонзил в него нож еще раз и еще раз пока он не упал на землю я сделал все быстро и аккуратно даже не испачкав руки но когда я собирался уйти он схватил меня за руку и я отхаркиваясь кровью хрипя на последнем издыхании прокричал одно пропустили он рассмеялся мэталек погибает когда достигает цели это получается типа фенцио умрет это он про это имел ввиду что имел ввиду сами каково же было мое удивление когда я узнал что ты общаешься с бондом ты облегчила мне задачу мэрии выпустила того кого даже мне было проблематично освободить фенцио вы боретесь за правое дело но не теми путями неужели нельзя было освободить мальбонты без убийств чтобы обрести что то нужно что то отдать от такого закон равновесия но похоже мальбонты был прав слухи о твоей связи с мальбонты значительно укрепляются о чем вы зачем вы говорите нам это мальбонты велел рассказать вам обо всех моих действиях и такой ладно расскажу ты обычная шавка полуровки как учитель школы ты был выше в моих глазах думаешь меня задели твои слова маленький сосунок знаешь кто из шахматистов вероятнее выиграет партию тот кто готов пожертвовать конем чтобы в конце поставить шах и мат королю я готов а на что готовы вы фенцио подошел к люциферу двумя резкими движениями порезал ему запястье я убью тебя я слышу отчаяние в твоем голосе он поднес кубок так чтобы кровь стекла в него затем он подошел ко мне и проделал то же самое остро в трассе ветер сдувал все на своем пути боль и страх стали неотделимы друг от друга Кубок, дерево, все это было предназнаменованием ритуала Наша с Люцифером кровь наполнила кубок почти от краев Он подошел с ним к Бонту Не трогай его Маль Бонта этого желает Фенцева вылила всю кровь на голову ангела И только кровь коснулась его, она тут зашипела, впитываясь ему в кожу О боже мой Ой, ему что-то слишком плохо, да я так понимаю А зачем он это сделал? Его глаза стали красными, словно вся кровь сосредоточилась в них Бонт! Последний штрих Ангел все достал из кармана зеркало Ох, оно мое, его дал мне Бонт Когда я увидел это зеркало и понял, что Бонт передал тебе остаток зеркала, небытия, не зная об этом Мне едва удалось держать смех Фенцева приблизился ко мне Без тебя и Бонта, кто знает, может все это и не удалось бы Обиды, злость и горечь от собственных ошибок и неспособности что-либо изменить терзали меня Мы просто хотели помочь ему Я хотела вырваться из плена, но не могла, истошно закричала, задергалась Что скажет Дина, узнав о том, что вы натворили? Фенцев вздрогнул, улыбка сползла с его лица Но остался последний штрих Он направил зеркало на Бонту, заговорил на языке, что я никогда не слышала И вдруг из зеркала просочилось нечто черное Боже мой, и вышло в Бонта Это та самая темная сторона, да? Он забился в конвульсиях Его тело поднялось в воздух, а из горла начали доноситься человеческие звуки Я с ужасом наблюдала за его мучениями, но следом и сама скрутилась от боли Мэрия! Перед глазами все поплыло Я увидела... Нет, ощутила Присутствия шепфа нам не хватает Наше поражение, ну конечно Мэль Бонт и возродится, а сатана с армией вот-вот захватит школу Это конец Мэрия, посмотри на меня Я повернулась к нему, стараясь не обращать внимания на крики Бонта Не бойся Я так долго этого ждал Финцева бедно расхохотался Молния сверкнула в небе и снова врезалась в наше дерево. Островок раскололся. Я увидела, как под ногами крошится земля, и выступают толстые и извилистые корни дерева. Хруст. Перед глазами завертелись небо и земля. Бам! Тупая боль по всему телу от падения. Звон в ушах. Я приподнялась на одной руке, огляделась. На лицах бессмертных читались ненависть и усталость. Они скрещивали мечи, взгляды и крылья, их дрожали от напряжения. Окровавленные перья летели тут и там. И мне вдруг стало так страшно, что это никогда не кончится. Я поднялась на ноги, едва удерживая равновесие. Ну, это капец, конечно. Мама! Хоть твои крылья и золотые, но труб у тебя все равно непризнанный. Сатана держал маму за горло. Ее ноги не касались пола и все тело подрагивало. Руки цеплялись и царапали нечеловеческие пальцы, пытаясь высвободиться. Кроли нигде поблизости не было. Страх за маму, ярость и усталость. Все это смешалось в один коктейль эмоций, которые словно бы пробудили во мне силу. Раньше я чувствовала себя простой, но сейчас я казалась себе наполненной до краев. Еще никогда я не ощущала себя такой всемогущей. Я воспользовалась силой. У нас хватило. Закричала, что есть силы. От моего крика прошла звуковая волна. Демоны и ангелы попадали, а Сатана отвлекся, пошатнулся и отпустил маму. Мама упала на землю. Я побежала к Сатане, подхватила меч с земли, не останавливаясь. Представила, что земля зарыхлась, словно зубучие пески, и так вдруг исчерпывалась. Какая-то странность. Сатана начал проваливаться. От тяжести своего тела он погружался все больше и больше. Что происходит? Из его горла раздался пронзительный рыб. Взмах. Глава Сатаны покатилась к моим ногам. Что ты сделала? Ты убил Сатану. Офигеть. Некоторое время все молчали. Я бронясь в сторону и обернулась. На меня смотрели с ужасом, плюс слава, удивлением и благоговением. Моя открывшаяся сила, моя жесткость. Это не ожидал никто, даже я. Ноги и руки дрожали, с пальцев на землю капала кровь. Плюс демон, откуда это вам не появилось? От меня словно чего-то ждали, и я прокричала с замерзшим армием. Сатана мертв, война больше ни к чему. Ангелы и демоны перестали драться. На их лицах замерла растерянность. Мама прощала. Все кончено. Тишина, она была такой явно, такой неуместной и резкой, что в ушах начало свистеть. Точно мозг, привыкший к ей на фоне, забыл, что это такое. В глазах всех читался вопрос. Все и правда кончилось? Но в ответ на нему вопрос послышался взмах Рыльев, такой громкий на фоне тотального безмолвия. Все подняли голову к небу. Бам. Перед нами приземлился бонд. Нет, мальбонта, давайте покажите его. Ну, что-то изменилось. Его покрасили, точнее волосы перекрасили, крылья перекрасили, чуть лицо изменили. По выражению его глаз я поняла, что это уже не тот бонд, который... Дело его удары по земле пошли, трещины и поднялась пыль. Он хищно улыбнулся, посмотрел на нас из-под лоба и сказал... Все только начинается. Сначала все демоны застыли от шока и трепета, но в следующую секунду один за другим начали преклонять перед ним колени. Ничего себе. Офигеть. Я в шоке. И мы типа заодно с ним будем, да? Потому что мы по пути мальбонта идем. О, нет. Нет, мы реально будем типа заодно с ним. И это вообще как будет выглядеть? Мы всегда будем его поддерживать. А можно с ним ветку? Ну и я была бы не против. Я бы поддерживала с ним хорошее отношение, почему бы и нет. Круто же. Ладненько, это узнаем в следующем обновлении. Сегодня мы получили с вами плюс два ангела, плюс две славы. Если вам понравилась эта серия, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети, комментируйте это видео, мне будет очень приятно. Ну а с вами была ваша Маша, встретимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok